Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? А если ты нихера не изучаешь, нихера не знаешь, и хер свой клал на игроков и на эту игру, то нихер приходить на эти стримы. А если приходишь на эти стримы, то просто сиди и свои майки разыгрывай. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и достаточно негативная тема в преддверии Нового года. За это я хотел бы перед вами извиниться, но честно, я целые сутки терпел. Я специально не выпускал видео, сейчас выпускаю его по сути ночью. По сути ночью я его выпускаю, чтобы еще просмотров было меньше. Ну, потому что негативщик. Но, по крайней мере, тот, кому надо, тот посмотрит. Вот. Делаю все, что могу, чтобы ты это видео не увидел. Честно, это все пошло не по плану. Мне все мои планы по выкладыванию видосов просто были обрублены, потому что, ну, как бы меня, короче, жестко, жестко бомбило. Ставь дизлайк или лайк, все как ты любишь, ни в чем себе не отказывай. Я разрешаю делать абсолютно все. Кто-то подписан на мой телеграм-канал, вот, или на какие-то другие телеграм-каналы, там, на контакт, они вообще знают, наверное, что произошло. Но то, что произошло, с этого я был на самом деле в шоке. А, с чего даже начать? Во-первых, я не призываю вас, там, бежать, короче, кого-то ушатывать, материться, кого-то булить, недобулить, там, лепить дизлайки, отписываться. Ни к чему не призываю. Но, как бы, я к Урану-83 хорошо относился. Я в свое время его один из первых начал продвигать, рекламировать, и на свои стримы брать, чтобы у него какие-то подписчики появлялись и в группе, и его рекламировал, да. Но сейчас, мягко скажем, поведение Урана для меня непонятно. Но это еще не самый главный вопрос. Будут еще похлеще. То есть, ну, как, мягко скажем, ну, как, непонятно. Ну, я не знаю, какие слова применить, не используя нецензурную лексику. Ну, давайте вот как-то так вот скажем. Ну, вот я сутки терпел, чтобы быть более-менее адекватным и по поводу всего этого дела рассказать как-то более-менее спокойно. Единственный у меня вопрос сразу же со старта. Это Курану и комьюнити-менеджеру IGG. Ребятушки, вам не стыдно? Вам не стыдно? Вот, просто, ну, так, чисто для себя такой вопросик. Я потом, как бы, объясню, почему. Вот, ну, чисто такой вопросик. Вам не стыдно? Все-таки баланс, это дело тонкое. И тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Ничего, все хорошо. Классно. Вот, реально, да? Молодцы. Если не стыдно, то что, я, я, что, я, ничего. Я просто спрашивал, как у вас там? Нормально? Нормально? Вот, знаете, есть такой мемасик. Сынок, ты знаешь, что такое за шквара? Не знаю, может быть, если найду, я его вставлю. Но не суть. Давайте я вам попытаюсь рассказать с самого начала. Если, конечно, вы там подписаны на телеграм-канал, я вам намекаю. Подпишитесь, вы должны были все знать, потому что там прям много всего. Потому что мы с Андрюхой Релевым сидели и в Дискорде, там, еще с Хеллнубисом, там, и просто смотрели на это. И мы были реально в шоке. Давайте с самого начала. Может, реально кто-то и в танке. Во-первых, попрошу вас уже писать комментарии после того, как вы посмотрите мое видео. Во-вторых, скажу так. Здесь не будет точечного разбора вопросов и ответов, потому что я не вижу смысла. Там Андрюха Релев записал свое видео. Я оставлю на это видео ссылочку в описании. И, в принципе, я с позиции Андрюха Релева абсолютно согласен. Потому что, когда досмотрите мое видео, если не видели, что там Андрюха записал, перейдите, посмотрите. Я думаю, что вам понравится. Там все грамотненько, без лишних слов. Ладненько. Полетели. Предновогодний стрим с комьюнити менеджером Castle Clash. Розыгрыш с призами. Роллинги. Фишечка заключается в том, что этот стрим рекламировали в официальной группе. В игре даже рекламировали до этого. Чтобы какие-то видосы ютуберов, стримеров рекламировались в игре. Такого не было. Ну, я очень рад, что наконец-таки до этого додумались. Но не в этом суть. Короче, это где только можно. Рекламировали. И преподносили это то, что вот, там чуть ли стрим с комьюнити менеджером. Задавайте свои вопросы. Мы будем отвечать на эти вопросы. Плюс розыгрыши. Как бы, окей. Нас с Андреем Рылевым, ни меня, ни Андрея Рылева не позвали. Да хоть бы Медевина, честное слово, позвали бы. Кидало. То есть, гильдия кидал. Как бы я к нему не относился. Я человек, старающийся, ну, оставать объективным. Но, я говорю, Медевин, там как бы нормально бы вопросов позадавал бы. Я более чем уверен. Хотя вы знаете, с каким негативом я отношусь к этому человеку. Но надо быть объективным. И, как бы, решили ребята провести такой стрим. Официальный, там все дела. Фау-фау-фау. Ну, как бы, при этом ни Андрюху, ни меня не позвали. Да, как бы. Во-первых, мы самые популярные ютуберы по этой игре. Так, если что, на минуточку. И, как бы, мы очень хорошо знаем о проблемах этой игры. И у нас очень много вопросов есть, которые можно задать. И это не только наши вопросы. Это те игроки, с которыми мы играем. А у нас и бездонатные аккаунты, у нас и донатные топовые аккаунты, да. Мы знаем проблемы не только с одной стороны. И тут многие скажут, да вы просто завидуете то, что вас не позвали. Нет, ребятушки, может, кто-то не знает. Я уже проводил подобные стримы. И я не помню, мы вроде даже, ну, как бы, там было несколько ютуберов. Я, вроде как, не сидел один. И все было нормально. Реально, все было нормально. Просто в один момент мы перестали проводить эти стримы. Потому что я понял, что, ну, к сожалению, да, комьюнити-менеджер, на тот момент был Тима Фадеев. И ему большой привет, если он смотрит. Но вряд ли он смотрит. Потому я могу честно сказать, что у него борода некрасивая. Вот так вот. Никогда не было такого, чтобы меня и Джи Джи там просили не задавать каких-то вопросов. Никогда не было такого, чтобы была какая-то цензура. Никогда не было такого, чтобы я скрывал донаты и сообщения от подписчиков, чтобы, не дай бог, на стрим прошли какие-то не те вопросы. Или какое-то не то мнение. Никогда никакого намека на цензуру не было. Никогда не было заранее высланных вопросов. Еще чего-либо. Какие-то определенные, определенное количество вопросов, наверное, и было, да, там. Потому что там тоже вопросы со всех сторон собирались. Я думаю, что там Тима готовился к стриму. Но суть заключается в том, что очень много вопросов было от ютуберов, из донатов, из чатов. И как бы... И все нормально. Никто не расставил, никто не сгорел. Все было как бы хорошо. А тут у нас получается ситуация. Нас... Ну, мы с Андрюхой уже, наверное, хейтеры, да, как бы. Нас не позвали. Ну, наверное, что-то потекло. Что-то там кто-то испугался. Я не знаю, в чем суть. Нас не позвали. Мы и сами не начали напрашиваться. Вот. И как бы... И они решили провести пресс-конференцию Путина, но в масштабах битвы замков. И как бы мы... Это можно делать каждый год. Это можно делать каждые полгода. И мы просто перестали это делать по той причине, что как бы мы понимаем, что комьюнити-менеджеры ни за что не отвечают. Ну, да, как бы ты какую-то информацию узнаешь, на какие-то вопросы свои ответы получишь, да, комьюнити-менеджер что-то твоё передаст. Но в целом я понял, что, ну, как бы от них мало что зависит. И посчитал, что, ну, наверное, смысла нету проводить эти трансляции, да, с комьюнити-менеджерами. Ну, единственный смысл просто донаты собирать, бабулеса заработать. Ну, как бы ради бабулеса запускать такие стримы тоже не хотелось. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Знаете, я вчера с горяча в телеграм-канале написал, что Йоперн — это театр. Реально, ну, я теперь понимаю, почему журналистика в России абсолютно... Ну, говорят, что журналистика в России типа умерла. Я думаю, что во всём мире умерла. Но на примере Урана я в этом смог удивиться, убедиться очень легко и быстро. Потому что Урана — основная профессия. Это журналист. И, как я понимаю, что да, типа всё пропало. Вот это один из наиболее актуальных вопросов сейчас, да? Это ещё не самый главный вопрос. Будут ещё похлеще. Реально, реально всё пропало. Фишка заключается в том, что проводился этот стрим. Задавались... Не было бы к вам вопросов, ребята, если бы вы там просто хвать-хвать о своей дружеской обстановке. Вот, как я понял, они там уже успели подружиться, наверное, на каком-то мероприятии. В своей дружеской обстановке стримили бы просто у Урана на канале. Нигде бы не рекламировали бы, не кричали бы о том, что задавайте свои супервопросы и так далее. Вроде бы вы хотели свой розыгрыш провести. Провели свой розыгрыш в новогоднем. Всё. К вам, ребята, вопросов нет. Но вы же громогласно собираете свои вопросы. Вот будет стрим. Приходите, вопросики свои задавайте. А получилось, в конечном итоге, просто мутное, неинтереснейшее говнище с неинтереснейшими вопросами. Просто по пальцам можно перечитать стоящие вопросы. Двух людей, которые ни хера не разбираются в игре. Что этот комьюнити-менеджер не разбирается в игре? Что уран-83? Я вам потом всё объясню. Я думал, что я уже всё отстал от игры, потому что я стал фармить мало локаций и не интересоваться героями. Но нет, я о проблемах игры прекрасно знаю. А уран, как он додумался один проводить этот стрим. Ну не зови ты нас с Андреем, ну позови ты какого-то опытного своего подписчика, который как бы давно играет в игру, знает проблемы в локациях. Нет, ты попёрся один проводить. Я не знаю, там, минуту славы или писька у тебя должна была стать длиннее. Я не знаю, что реально произошло. Но это полный зашквар. Это реально полный зашквар. Четвёртый по популярности ютубер просто абсолютный ноль в игре. Реально, абсолютнейший ноль. Я вам докажу. Вот. Ну или просто посмотрите этот стрим. Ссылка тоже будет в описании. Что касается этого комьюнити-менеджера. Я в первый раз его вижу. Я не знаю, откуда он вообще высрался. Честно вам скажу. Я увидел, узнал о существовании его вот только когда вышел этот стрим. Я думал, что там будет другой человек. Я знаю, что есть другие люди в команде русского IGG, которые реально знают проблемы игры и которые разбираются в этой игре. Этот чувак мне сразу же после стрима подписчики рассказали, что это вообще за парень. Его видели на встрече там в фесте по Lords Mobile. Вот. Ему там как бы задавались вопросы по битве замков. Он такой, ой, типа, пацаны, извините. Я как бы не знаю. Я вот два месяца только в компании работаю. Сейчас уже прошло, не знаю, сколько. Полгода или год. Чувак, уже херово туча времени прошло. Человек не удосужился поиграть в игру, которую он продвигает в соцсетях. Он ни хера не знает об игре. Просто ноль. Все-таки баланс. Это дело тонкое. И тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Это не мое дело. Но как он еще работает, у меня есть вопросы. Потому что я по мере того, как снимаю видос, у меня, ну, я завожусь с какими-то знакомыми, которые, ну, там, чуть-чуть где-то работают, да, в каких-то компаниях игровых и еще что-нибудь. И я знаю такую фигню, что есть ни в одной компании херобура такая, что ты приходишь устраиваться, устраиваться на какую-то должность. Тебе говорят, ты играл в нашу игру, а ты такой, ну, нет, как бы туда-сюда. Ну, пошел нахер тогда. Мы тебя не берем. Просто потому что человек не играл в игру. Этот же сидит, короче, и он не играет в нашу игру. Он ничего в ней не соображает. Пришел отвечать на вопросы типа игроков. Причем эти вопросы ему были, я так понимаю, высланы заранее Ураном. Вот. И он все равно ничего нормально ответить не смог. А Уран у нас журналист просто от бога. Я не знаю. Левый самый красивый мизинец Дудя сидит, задает вопросы. Задает вопросы с двух частей. Получает размытый ответ на одну часть. И уточняющих вопросов задать не может. Это просто полный зашквар. Это реально полный зашквар. Но это еще не все. Я могу очень долго перечислять. Во-первых, его спрашивают, ты сам играешь в игру? Ну, да, я, конечно же, играю в игру. Вот. А сколько у тебя силы? Ну, сила это такое, как спросить на интервью Дудя, сколько ты зарабатываешь. Вы прикиньте? Вопросы, да? Значит, вопросы. Неудобные вопросы. Хорошо. Он это реально сказал? Это он реально сказал? Типа, ну, спрашивать, сколько у тебя силы? Нет, чувак. Если бы ты знал вообще, что происходит в нашей игре, то ты знал бы, что спрашивать, сколько у тебя силы, это абсолютно нормально в битве замков. Это как бы все ровно и все хорошо. Может быть, просто ты, ну, поизучай хоть немножечко, хоть маленькую капельку, маленькую капельку поизучай. Тот продукт, который ты продвигаешь, за что ты бабулес свой получаешь. А если ты нихера не изучаешь, нихера не знаешь, и хер свой клал на игроков и на эту игру, то нихер приходить на эти стримы. А если приходишь на эти стримы, то просто сиди и свои майки разыгрывай. Со вторым человеком а-ля ютубером, который до хера лет снимает игру, но нихера проблемы игры не знает, и ему абсолютно похер на них. Просто гнилые люди есть. Фишечка заключается в том, что он как бы его спрашивает, на каком там сервере ты играешь и так далее. И он как бы такой, типа, ребят, вы это все можете посмотреть, мне просто впадло это вставлять. Это еще не самый главный вопрос. Будут еще похлеще. И он реально такой, на каком сервере играешь? Ну, понимаешь, я играю на тестовом сервере, ну мы там тестим, блядь, туда-сюда. Тестим они. Он на тестовом сервере играет. Ну, классно ему. Классно, блядь. Ни хера об игре не знает. Сидит на тестовом сервере, играет, что-то он там тестит. Я-то думал, когда вот последнее обновление, сука, какому тестеру там руки надо оторвать после введения непродуманных вообще талантов и локаций? Я-то думал, кто ж там? Кто этот человек? Вот он! Играет в битву замков, говорит, на тестовом сервере. На тестовом сервере должны быть тестеры. Все-таки баланс, это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Ладно. По поводу тестового сервера, это отдельный разговор, я думаю, как-нибудь в следующем году. Я поговорю. Короче, чувак, реально, ты зачем сюда пошел? Ты зачем пошел сюда позориться? Зачем оно тебе надо было? Вот вы, уран, этот Саша, приятно познакомиться. Вы хоть понимаете, что это со стороны выглядело так ужасно, что это полный пипец? Взяли бы, провели просто розыгрыш, устроили бы новогодний стрим, к вам бы никаких вопросов не было. Или просто нигде бы там в официальных группах ничего не показывали бы. вот, просто посидели бы там на какие-то заготовленные вопросики, поотвечали бы, друг другу бы поулыбались, вот, знаешь, вот это вот поделали бы, и все хорошо, пацаны. Все было бы классно, все было бы прекрасно, да? вот, ну, как бы, никто бы даже не пришел бы и смотреть, никто бы ничего не ждал бы, но нет, но нет, ну, типа, зачем? Нас же нужно с фамфарами объявить себя зашкваре, да? Теперь идем дальше. Вот, это один из наиболее актуальных вопросов сейчас, да? Это еще не самый главный вопрос, будут еще похлеще. Вот, я вам сейчас говорю, как чуваки знают о проблемах игры? Как будет решаться имба и дисбаланс Барда с новым талантом? Я, честно, не видел ни разу такого. Ну, конечно же, ты не видел, потому что ты нихрена не играешь, ты записываешь трехминутные видосы с обзором обновления, я вам это покажу. Откуда же тебе знать? Ты говоришь, я принципиально играю без доната и мне пофиг, ты в своем каком-то иллюзорном мире битвы замков играешь с розовыми поняшками и голубыми купидонами, бегающими по полям лягушками? Откуда же тебе знать о проблемах игроков? Откуда же тебе знать, что добавили новый талант, с которым Бард становится чуть ли не уязвимым и нового донатного героя Лису через одно место перекидывает на битве гильдии? Можно вообще никакую защиту не ставить, потому что купил Барда, правильно его собрал, прокачал, поставил новый талант и все у всех хорошо, просто одним героем проходишь битву гильдий. Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? Он говорит, я не слышал такого ни разу. Так нахер ты, ну позвал бы хоть кого-то, какого-то своего подписчика, у тебя целая куча подписчиков, не слышал ты ни разу. Если сам ни хера не знаешь об игре, так позови подписчика, в чем проблема, ну хоть он бы проконтролировал. Теперь слушаем ответ комьюнити менеджера. Не слышал, может даже ты мне больше расскажешь, ну вот такой вопрос звучал. Что это вообще такое? Я честно не знаю, я просто прочитал вопрос. Я видел об этом буквально пару комментариев на днях, да, и даже вот буквально сегодня, когда пролистывал комментарий под последним постом. То есть, все, что касается дисбаланса, да, я об этой проблеме записал видео, я думаю, что еще кто-то записал видео об этой проблеме. Целая куча обращений в техподдержку от игроков. Да, может быть, кто недавно начал играть или кто редко донатит, он не знает об этой проблеме, но как бы те, кто там в топ гильдиях, кто прокачан, они знают об этой проблеме. И огромная куча игроков, донатеров писали, короче, в техподдержку, типа, ну чуваки, ну камон, зачем мне покупать за 12 тысяч рублей лису, если я могу купить за 2000 барда, потому что эта лиса на защите становится абсолютно бесполезной. Все-таки баланс это дело тонкое. Типа вообще, там атака фартов, ну не, вообще не слышали, да, там что бард на атаке фартов делает. Не-не-не, никто не слышал. Он говорит, ну я видел пару комментариев, вот, вконтакте, так что мне сделать? Мне записывать видео и просить подписчиков, чтобы тебя нужными комментариями закидывали вконтакте, в инстаграме, или что? Вот, вы просто, вы просто представьте, вы просто представьте момент. Его спрашивают, как вы будете увеличивать активность в игре? Ну да, он там что-то, знаете, промычал там, ну мы там что-то будем контент в игре делать. А потом такой, ну у нас там есть инстаграм, контакт у нас есть, в конкурсах участвуйте, да, в одно место эти конкурсы можно засунуть. Пока у нас сидят комьюнити-менеджеры, которые 5% проблем игры не знают. Перед тем, как тебя выпускать на этот стрим, твое начальство должно было тебе проэкзаминировать, я не знаю, тебе тест ЭГЭ там, или как это в России называется, выдать. Знаешь, на вопросы ответить, вот, проконсультироваться тебе надо было хотя бы с техподдержкой, может я не знаю, ну типа, вы там не общаетесь, ты не знаешь, какие тикеты приходят или что? Я просто не понимаю, типа, тебе двух комментариев мало, я могу тебе каждый день делать так, что у тебя модераторы в официальной группе запарятся просто банить, мои подписчики будут ходить тебе и о каждой проблеме напоминать. Самый главный вопрос, будут еще похлеще. Ну там было пару комментариев, он ни о чем не знает, он ни на какой вопрос не ответил конкретно, или просто там, ну такие, пошли дальше, там еще что-то там, как бы, это просто, это просто пипец. Посмотрите, я сейчас зашел на канал Урана, проводят стрим, задает вопросы комьюнити менеджеру, и при этом, да, вот, ну, нашел кому идти, вот реально, нашел кому идти. У чувака обзор обновления длится 3 минуты. Он просто берет и перечисляет список тех вещей, ну вот знаете, то, что добавили в игру, то, что в официальной группе, он просто берет их, зачитывает, все, 3 минуты зачитал, текст, что добавили в игру, и хватит, молодец, красавчик, 927 просмотров есть, 46, 46 людям, это понравилось, все отлично. Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? Он не высказывает своего мнения, у него нету своего мнения, понимаете? Откуда он может знать о проблемах в игре? Его спрашивают по поводу локации линии обороны, в которой целая куча проблем. К линии обороны огромнейшее количество вопросов. Вопросы, да? Значит, вопросы, неудобные вопросы. Хорошо. Я об этом записывал отдельное видео, Рылев записывал отдельное видео, да, я думаю, Мидевин там штук 20 уже записал, он там в день по 40 видосов каких-то постит, я не знаю, как он из себя их высирает. Вот. А этот, Уран такой говорит, ну, я не знаю, там с линии, с линии обороны там все хорошо, ну, как бы я героя собрал, меня все устраивает. Просто, ютубер от бога, разбирается в проблемах игроков, молодец, три минуты. Нет, кому-то это нравится, кому-то это интереснее смотреть вот эти вот трехминутные видео, чем, к примеру, мое видео 20-минутное, Рылево видео 20-минутное, там, где мы, возможно, балаболим ни о чем, высказываем слишком долго свое мнение. Я не отрицаю, я не отрицаю. Каждой киске своя писька, это все понятно. Все-таки баланс, это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Ну, боже, боже, ну, ну как? Я просто, я слушал этот стрим, и я офигевал с Урана, я не думал, что так все плохо. Уран, как ты писанул, как ты писанулся проводить этот стрим? То ли, то ли тебе заплатили, вот. Если тебе не заплатили, то ты дурак, потому что, я не знаю, ради чего ты вот так вот позорился? Ради чего? Просто объясни мне, пожалуйста. Ради того, чтобы прийти на сходку по Лордс Мобайлу и бесплатно покушать? Так я тебе скажу, открою большой секрет, если мы с Андреем Рыльевым придем, то мы тоже там бесплатно покушаем, и нам там будут рады. Понимаете, несмотря на наше мнение по поводу работы АДЖи. Зачем ты это делаешь? Зачем ты так это все делаешь, кваришь? Сейчас в игре огромнейшее количество проблем. Их целая куча. Игроки на нервиках в топ гильдиях не знают, где игроков брать, потому что многие уходят из игры или уходят в нуба гильдии. Понимаешь? Все на нервиках. Все хотят как-то воодушевиться, услышать что-то от комьюнити менеджера, хотя бы, чтобы у игроков было понимание, что игроков слышит кто-то, что... В АДЖи понимают проблемы игроков. Понимаешь? Мы знаем, что мы не услышим там на что-то ответ и так далее, но нам нужна какая-то надежда. Но мы увидели просто какую-то цензуру. Мы увидели какую-то цензуру, заготовленные вопросы. Формат подразумевает ответы на вопросы не из чата, но на те, которые, на наш взгляд, прямо-таки нуждаются в том, чтобы на них ответили. Вопросы, да? Значит, вопросы. Неудобные вопросы. Неудобные. Хорошо. Даже водянистые ответы, водянистые... Это просто... Это просто жесть. Это такой зашквар! Это такой зашквар! Так, Саша, успокойся. Саша, успокойся. Посмотрите, Уран такой, я каждый месяц записываю видосы со своими хотелками. Вот кроме как хотелки, это больше ничем назвать нельзя. Я, конечно, пролистал тут твое последнее видео. Да, что-то там может быть есть по делу, но вот когда ты... Вот это главное. Вот просто моментами, да, послушайте. ...пунктов, которые добавились чуть позже. Первое, это теперь в награде за титул приходится вместо одного клика делать два. То есть было более-менее удобно, теперь сделали менее удобно. Кто столкнулся с такой же проблемой, обязательно пишет. Вот эту он хотелку, он отправит ай-джи-джи. Мега-супер-проблема! Воу-воу-воу! Если это исправят, то обязательно же игроки начнут возвращаться в игру. Ведь так, Миша, да, он там что-то говорил про запределье, окей, ну там типа, лё, повысите награду у гоблинов. Уже все забыли, что такое гоблины, все бомбят по поводу того, что атаку фартов убили, понимаешь? Все бомбят по поводу того беспредела, что происходит в игре. Все бомбят по поводу того, что награды везде неактуальны. Он такой, это, ну, раньше там, знаете, как бы, нужен был один клик, да, чтобы это забрать. А теперь два клика, вот, и я отправил свою серьезнейшую хотелку разработчикам, вот, чтобы снова сделали, чтобы был один клик. Аплодисменты. И этот человек проводит стрим с комьюнити-менеджером. Просто собралось два человека на стриме, которые нифига не знают об игре, никаких проблем не знают. Просто, просто абсолютнейшие нулины. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Перечислять можно долго. Посмотрите видос Андрея Ролеву. Он там эти вопросы разбирает, потому что, если он этим занимался 40 минут, то я бы это делал полтора часа. Это, это такой капец. Это такой капец. Вопросы с чата не зачитывали. Предновогодний стрим. Вы просто представьте всю мразотность. Человек отключил отображение донатов. Ну, как он сказал, чтобы не мешали, понимаешь? Там, где игроки донатили, задавали свои вопросы. Я знаю, там какие вопросы задавались. Я не знаю, конечно, я не говорю за все донаты, но там были ребята, которые задавали душещипательные вопросы. Очень конкретные, очень важные для игроков, да? Серьезные вопросы задавались. По делу. Не за, не за какие-то сраные акции, понимаете? Задавались вопросы. Значит, вопросы. Неудобные вопросы. Люди донатили деньги, тратили свои деньги в надежде, что Уран, как и я в свое время, так, Ириночка, я записываю видео, скоро приду. Доченька меня немножко успокаивает. Люди надеялись, что они как, ну, к примеру, такая была система, когда я проводил встречу с комьюнити-менеджером, люди донатили, мы на эти вопросы потом отвечали, комьюнити-менеджер отвечал. И люди оказались дураками, они думали, что на этом стриме тоже так будет, типа не будет никакой цензуры и так далее. Они донатили Урану свои вопросы, а Уран не додумался отключить звук донатов, понимаете? То есть, ну, звуки, что донаты приходят. Но отображение отключилось, чтобы, не дай бог, никто не увидел эти вопросы, чтобы никто не увидел неудобные вопросы, чтобы никто не увидел эти донаты. Вот это один из наиболее актуальных вопросов сейчас, да? Это еще не самый главный вопрос, будут еще похлеще. Я все могу понимать. Да, эти донаты могут мешать. И ты не хочешь увидеть неудобных вопросов без проблем. Я не знаю, о чем вы там договорились с этим комьюнити-менеджером. У меня к тебе вопрос. Так, с какого хера ты ссылку на donation alerts не убрал из описания? То есть, как бы, я донаты отключу, их зачитывать не буду, но ссылочку оставлю. Ну, потому что бабулесик-то нужен. Просто гнилые люди есть. Ну, вдруг там лишние пару сотен рублей, а может и тысячу, да? Бабулесик-то нужен. Всем бабулесик уран нужен. Всем бабулесик нужен. Ну, как бы, ну, его надо честно как-то, наверное, зарабатывать, а? А ты просто взял и подписчиков, я не знаю, развел. Просто поступил, как полнейшая мразота. То есть, донаты отключил, ну, ты бы ссылку убрал бы, вопросов к тебе не было. Ты бы хотя бы сказал бы там несколько раз на стриме, когда донатили, ребята, не донайте, я зачитывать это не буду. Нет, ничего этого не было. Ничего этого не было. То есть, люди просто выкидывали деньги в пустоту, а ты сидел с довольным лицом такой, ну, классно, что, прикольно. Следующий раз, когда будешь так делать, ты додумайся хотя бы звук отключить, чтобы, ну, никто не знал, что тебе там кто-то донатит, понимаешь, как бы. А то ты так спалился, что кинул подписоту свою. Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? Это просто, это просто пипец. Вопросов бы не было к вам, ребята. Уран, но не хотите брать там Андрюха Рылева меня? У меня уже голос садится. Без проблем. Пожалуйста. Без проблем. Ну, ты хоть бы написал бы нам, блин, чуваки, ну, такая ситуация, короче, ничего не могу сделать. Напишите несколько вопросов от себя, да, как бы, я просто, видите, вы-то играете, чуваки, на бездонатных аккаунтах и на донатных аккаунтах. Вы знаете проблемы игроков, да, как бы, а я вот как бы сижу там в своем мирке, напишите вопросики какие задать. Все, никаких проблем не было бы. Мы бы тебе отправили список вопросов, но нет, все втихаря, официально, вот, на самом непопулярном канале, на котором отсутствует свое какое-то личное мнение и какое-либо переживание за игроков. Просто, просто, знаешь, где этот мем? Ты знаешь, что такое за шквар, сынок? Просто, реально, чувак, короче, ставил ссылку на донат, но принципиально не читал донаты подписчиков. Вот, мне ребята написали, что теперь думают о тебе. Это еще не самый главный вопрос. Будут еще похлеще. Когда эта буча поднялась, когда стало очень много людей недовольных, ну и, наверное, за счет меня, может быть, за счет Андрюхи, не знаю, но мы хейтеры, понимаешь, мы хейтеры. Тут все. А я так понимаю, эти ребята начали бегать на измене. Но, судя по всему, Уран точно начал бегать на измене. Он попросил клубе игроков в Castle Clash, ВКонтакте, в клубе игроков, да, там в наших группах, типа, повесить гугл формы, где игроки могут оставить свои дополнительные вопросы. Вы прикиньте, друзья, собираю неозвученные на стриме вопросы к разработчикам. А что ж ты их сразу не озвучивал? Ни с чата, ни с донатов, ни с чата, ни там, где те донатили в чате на ютубе. Хотя эту функцию ты тоже мог отключить во время стрима, если не собирался зачитывать донаты. Взял и отключил, и все. А нет же, бля, бабулесиков-то захотелось, да, бабулесиков-то. Вдруг там лишние 200 рублей придут. Просто мразотство. Собираю неозвученные на стриме вопросы к разработчикам в отдельный документ, чтобы отправить в HGG. Документ будет дополняться. Пока заполнил его донатами. Донатами вопросами со стрима. То есть, ты хочешь сказать, что люди тебе донатили ради того, чтобы их вопросы не попали на стрим, а потом ты эти вопросы отправишь там этому комьюнити-менеджеру, который не играет в игру? То есть, они за это бабки донатили? Ну, типа, они и бесплатно сейчас могут эти вопросы написать? С тобой как там? Все хорошо? Я думал, ты эти деньги вернешь, как бы, пацанам. Ну, это еще не самый главный вопрос. Будут еще похлеще. Потому что это реально это мразотство. Плевать там. Даже если там 30 рублей, сраные суммы. Я никогда в жизни не возвращал донаты. Мне там бывало донатили, и всякие ситуации были. Я никогда не возвращал донаты. Но, как бы, если я не хотел получать донаты, или я не озвучивал донаты, то я убирал сынку на донат, или еще что-то. Ну, типа, если тебе прислали бабки, ты должен это озвучить. Ты должен на это обратить внимание. Потому что тебе прислали бабки. А мы все продажные. Но ты какие-то услуги за эти деньги должен оказывать. Как минимум, просто проявить уважение и зачитать. Там, где меня херососят по полной программе, я все равно эти донаты зачитываю. Там, где меня обсирают. Там, где мою семью обсирали в донатах. Просто гнилые люди есть. Я все равно это зачитывал. Да, потом слал в одно место. Вот. Но я все равно это зачитывал, потому что прислали бабки. И ладно, даже если ты не зачитываешь, но это хотя бы на стриме должно было отображаться. А сейчас такой, он вне очереди. Вопросы, за которые заплатили подписчики, отправил донатами. Я не знаю, найди каждого своего подписчика, кто тебе отправил бабки и верни с извинениями. Потому что это такой зашквар. Это такой зашквар! Если у вас остались вопросы, на которые не были даны ответы на стриме, напишите их в комментариях к этому посту. Посмотрим комментарии. Да вопросы уже на зубок надо знать. Ёпта, в игру, лядь, 6 лет уже многие играют. И все на зубок надо знать. Уран, зайди, глянь, ёпта, видос Андрея Рылёва. И все вопросом разом получишь, и всё. Лядь, мог позвать князя Рылёва на стрим. Нет, нахера, надо лучше один буду. И будем мычать и хернёй отвечать ненужной. Пипец полный, шляпа полная. Ни на один вопрос внятого ответа не было. Комьюнити школьник какой-то, мычал только. Пипец, и такие работают в компании IGG. Вы, Риле, лучше бы на стрим позвал подписчиков в Дискорд, и они бы ему не задавали вопросы. А не мычать на стриме. А что долгу от доп. вопросов? Извини, но к данному стриму лучше надо было готовиться. А не так на отвале. Просто. Брон говорит, он без очереди ваше донатное сообщение поставил. Просто 10 баллов. Уран, молодец. Продолжай пробивать дно. Всё-таки баланс, это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. А не надеяться ещё один стрим типа провести? Уже типа без цензуры или что? Так уран, это бесполезно, ты игру нихера не знаешь. Ты не знаешь проблем игроков. Твои знания на нуле. Ты записываешь обзоры по обновлению длиной 3 минуты. У тебя всё хорошо, у тебя розовые пони бегают по игре. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Вот Андрюхин видос. Ссылочку я оставлю. Посмотрите, он там разбирает это всё прям по мелочам. Мне очень жаль, что из-за этого стрима теперь многие игроки просто думают, что там все работники Айджи вот такие. Всё-таки баланс, это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Типа теперь работников Айджи будут равнять по этому чуваку. Дорогое русское начальство Айджи, мы с Андреем Рылёвым, но вы уже знаете, я написал. Мы с Андреем Рылёвым готовы чуть позже провести с вами стрим и задать вопросы, которые интересуют многих игроков. Не только одну какую-то часть игроков, а многих. Ну, никто ж не знает, к примеру, о проблемах там аренщиков, да? Ну, всем же пофиг. А есть, прикиньте, аренщики, есть чуваки, которые качают героев так, что на арене герой с одного тычка убивает кристалл. Прикиньте, как оно бывает. А всего этого не знаю. Вот я даже до сегодняшнего дня этого. А есть огромнейшая куча проблем в разных локациях, понимаете? Мы готовы провести стрим, но как бы с условием, что этот стрим будет такой же, как в своё время я проводил стрим с Тимой Фадеевым. Во-первых, с человеком, знающим о проблемах в игре. Да, я не жду, что вы там мановением палочки возьмёте и все эти проблемы решите. Я не жду от вас конкретных ответов. Я знаю, что вы на многие вопросы так же отвечать не можете. Как бы вы должны показать, что вы в курсе вообще того, что происходит в игре. Можно было бы вот этого вот Сашу поднатаскать, заставить его хоть пару месяцев поиграть в игру. Вот. Почитать как бы тикеты. Вот. Посмотреть видос на Ютубе. Я думаю, что можно было бы его заставить и потом взять на стрим. Но я думаю, что это всё равно бесполезно. Потому что если человек за сколько он уже год у вас работает, занимается только двумя играми, но при этом он не в зуб ногой вообще, что в игре происходит, я думаю, что нету смысла. Ну, пускай там свои эти постики в Инстаграме делают, ВКонтакте вот постики делают. Ну, как бы с игроками лучше не разговаривают, потому что это пипец. Вот. Я знаю, что у вас есть более опытные сотрудники, которым пересылались проблемы. Вот с удовольствием. Вот. Мы с Андрюхой Рилёвым ждём на стриме. Правда, он будет долгий. Нам не нужны там розыгрыши никакие. Нас не надо рекламировать ни ВКонтакте, там нигде не в группе. Вот. Всё нормально. Нас хватит, чтобы посмотрели наши подписчики. Реально, они же рекламировали эту залупу везде. Вот. Максимальный онлайн был 400 человек. К Урану пришло полторы тысячи подписчиков. Я думал, что там будет онлайн невероятнейший. По факту онлайн был 400 человек, и он постепенно-постепенно падал и упал до 200. Потому что стрим был неинтересный. Понимаете? Он был ни о чём. И все поняли, что это какая-то просто продажная залупа. Вопросы, да? Значит, вопросы. Неудобные вопросы. Да? Неудобные. Хорошо. Всем пожелаю новогоднего настроения. Я надеюсь, что негативных подобных видосов будет в следующем году намного меньше. Всех целую в подмышку. С вами был ваш любимый или ненавистный хейтер. Вот. Всем пока. Вот смотрите. Разница меня и Андрея Рылёва. Я записал на 40 минут видео. Вот. И я просто бомбил. А Андрей Рылёв записал 40 минут видео, и он разбирал каждый вопрос. Как говорится, каждой киске своя писька. Всем пока. Ссылки в описании. Если такой формат вам зайдёт, если вам понравится, то в будущем мы будем только рады поддерживать общение в таком ключе. Так он мне понравился! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok